ваше отношение к компьютерным игр считаете потраченное время впустую себя я полностью изолировал от компьютерных игр полностью чтобы не прожигать время играл я только играл в косынку вот эту на древних компьютерах ну что-то еще так маленько совсем просто посмотрел вот и себя изолировал потому что мне жалко это время жалко подрастающее поколение убивает на компьютерные игры лютое количество времени вот они заменяют свою реальную жизнь играми это просто воровство времени то есть ли разница вот проиграл ты в компьютерные игры 148 часов или 6 лет 7 месяцев и 3 дня по ощущениям ты никак разницу не поймешь там поиграл до какой-то протяженный промежуток времени продолжительный что здесь ты проиграл а ты вот эти шесть лет если на годы раскидать там образно 8 часов в день это получается это сколько лет прожег ты прожег был значительнейшую часть своей жизни жизнь у тебя состоит из не меняемое в детстве да когда ты еще ничего не понимаешь ну сознательный период потом старости начинают все троить опять как бы несознанка идет до от его взял из жизни из полноценной вырвал здоровейший кусок и прожег его вообще не по что вот просто него что ты пожелку в игры дальше ну игры могут быть полезным в каких-то отношениях можешь навыки управления развить ты же можешь через игры реально управлять тем же дроном до какой-то боевой единицы на удаление это как бы тебя развивает ты можешь чемпионом свои утра шлистать в определенной и достигать успехов на реальном поле боя ну как бы вот какие-то такие позиции но это не должно быть не должно приносить ущерб жизни тем более когда ребенок развивается он теряет основные навыки критические навыки навыки общения вот мы в детстве должны переболеть все мы должны передраться там переобижаться друг на друга там все все доделать поделить какие-то там игрушки все все должны это сделать переболеть этим в детстве что потом во взрослой жизни да у нас уже как бы иммунитет к этому был и мы жили спокойно вы представьте люди вот этого вот всего не подчеркнули в детстве да и он выходит во взрослую жизнь без первичных навыков социальных потому что он играл в игрушки вместо того что там на детской площадке с пацанами вы сняли какие-то отношения или просто дружить там беззаветно что-то делать он потратил свою жизнь на долбление клавиш достаточно часто появляются новости о том что вот там какой-то очередной маньяк убийцы и так далее это все из-за компьютерных игр у нас возможно ли такая вот история ну давайте кто-то кто такой человек который совершает ну не вменяемые какие-то преступления на безосновательное просто там зашел в школу начал парить кто такой человек это человек который не дает себе полностью отчет о том что происходит в этой реальной жизни он не получил комплекс нормальных представлений он где-то в чем-то поврежден он недооценивает цены своей собственной жизни ценность жизни окружающих он не считает что он должен выполнить программу жизненную даже что он должен там чего-то достичь какие-то вещи сделать обязательно да все это выполнить это все ну несуществующий набор ценностей где он взял этих набор ценностей это лютая пропаганда это в том числе транслируема через игрушки потому что так вот пока кому-то этого всего это проскальзывает просматривается и действительно по статистике вот это вот просматривается когда игроманы в большинстве случаев это игроманы которые добрались до реального оружия и начали как это же детские какие-то обиду вот он чем пошел в школу ему там где-то кто-то обидел оскорбил он не не получил это вот в ясенном возрасте да когда его оскорбили в юношеском подростковом и он уже не знает что с этим делать у него единственный выход пристрелить человека да для этого ему нужно ружье когда здесь он научился нормально драться в детстве да там выяснять отношения с друганами перри журчать там на эти темы всего подровнять он бы в эту дурь то не уходил это действительно проблема это мы понижаем социальность наших детенышей когда школе они прозевали время вот он пришел выучил кучу ненужного материала что-то нужное учусь кучу ненужного сделал 48 домашних работ остальное время он продолбился в клавиши все социальный навык где он в какое время получал когда домашку делал нет школе нет на перемене там чуть-чуть и все это очень очень плохая схема воровство надо значительно надо сокращать учебную программу школе выбросить все недостоверное все не нужно оттуда и социализацию проводить прям ребенок из школьной программы должен понимать полностью все внутричеловеческие отношения внутри социума отношения он должен это понять как развивается общество политические все эти моменты он не должен просто кучу годов сражений запомнить или дат каких-то исторических он должен понимать схему мы должны давать ему логические связки минимум дать эти четыре закона логики чтобы он понимал тоже это вот все надо вот эти блоки давать а все ненужное гомеоморфности людей которые принесли в школу гомеоморфность их надо киянками примите кабинет трудовика бить его киявкой это ну это вредители потом многообразие лобачевские геометрии минковского римманов это все лженаука это недостоверная информация которая не пригодится в жизни вообще никак а мы воруем у людей у детишек время драгоценное время детское время вообще драгоценное ребенок на взлете своего потенциала он может постигать информацию впитывать информацию моему на тебе гомеобразия на этих под пространство вложенные пространства зачем это ему надо это недостоверная чепуха это вот из-за выкрутаться в нескольких дебилов мы принесли в школьную программу образования вот этот бред ведь это недостоверщина большие взрывы в результате вас появились вот если бы дураков таких как минковский лобачевский не было дариман у нас бы не было большого взрыва вот большой взрыв появился не потому что его увидели не потому что природа этому соответствует а потому что трех дебилов математиков запустили в науку да вот этих дебилов назначили ученым сказать да это ученый да у него искрилось пространство да он ученый усовершенствовать знания их невозможно усовершенствовать их можно как-то развить а вот то что есть уже усовершенствовать невозможно дважды 2 равно 4 это невозможно усовершенствовать а если эти дебилы начали усовершенствовать вот пространство невозможно усовершенствовать они начали усовершенствовать пространство геодезическая погнулась этот вот суслика над головой бобра над головой раскрутить он лапками будет махать. Из этого появится дополнительное пространство? Не появится. Это получится просто зона, какое-то место в пространстве, очерченное кончиками коготков бобриных. Больше ничего не появится. Двумя бобрами, вот апостом машешь, потом бобром машешь. Не появляется пространство, больше не становится. Эти несостоятельные мышления люди, не способные сосредоточиться, сами не смогли сосредоточиться. Напечатали кучу слабоумных трудов, их притащили к нам в образование, потому что наши чиновники пропустили это. Эта диверсия была британская, когда нам навручали Калмогорову этих премий и сломали нашу систему образования. И вот все мы черпаем это до сих пор, вычерпать не можем. Надо вставать на защиту наших детей. Интеллектуальный пакет, который мы приносим ребенку для ознакомления, для постигания, должен быть либо достоверный, либо никакой. Есть сомнения в достоверности, выкинули. А уж если он точно недостоверный, то выкинули и надавали тому, кто его принес, вот прям клеймо ему ставится в печать, прямо в паспорт куда-нибудь, что это вредитель, которого нельзя пускать в систему образования. Вот так надо радикально с ними что-то делать. Потому что, ну как, дураки приходят и ломают нашу науку. Вот как, сидели бы там где-то и не ломали. А тут была хорошая чистая наука. Прошли, дебилы ее сломали. И главное, рвутся они в школу. Приносят эти учебники в школу. Им надо реформировать систему образования. Вот Саватеев бегает, что ему надо реформировать систему образования? Деятельные идиоты. Запретить, отменить, полечить, перевести на другую работу. Можно ли сказать о том, что из-за чрезмерной нагрузки, чрезмерного количества бреда информации, которая им, по сути, никогда и не понадобится, плюс давление вот этими всеми ЕГЭ и так далее. Вот. Дети пытаются просто сбежать вот от этого всего и хоть куда-то как-то отдохнуть морально, мозги свои подрасслабить. Не, ну когда детвора оказываются в каком-нибудь развлекательном центре, она же там играет в какие-то игры, она и зависит на этого быка, качающего, и дартс покидает, боулинг, если его оторвать могут, уже кидают, им это нравится. Но потом все равно выбегают играть в лазерные игрушки, компьютерные и так далее. Она так и взрослые туда выбегает. Ну, там красивая картинка. Как бы это... Это хорошо, приятно, красиво, но это надо просто придумывать дозу. Дозу. Ты пришел, в центр ты поиграл. Пришел в кинотеатр, посмотрел в кино. Ну как, в кинотеатр-то уже тоже ходить, уже дома экран, наслаждайся. Ну, количество контента, количество контента, который выпадает, цивилизационный, ну, допустим, фильм «Аватар» надо посмотреть человеку или не надо, «Апокалипсо» надо или не надо посмотреть. Есть какие-то вещи, которые, ну, действительно, сделаны на высоком уровне, которые бы людям не мешало смотреть, да? Но это же все развилось до такой степени, что все, произведенное кинематографом, человек уже физически не может за свою жизнь посмотреть. Ну, вот это вот все количество. Потому что оно уже кратно начинает оборачивать возможности человека превосходить. Выделить из этого всего действительно какой-то такой контент, который достойен принимания, и его как бы рекомендовать, это тоже, как бы, работа, которую желательно провести, и желательно... Ну, те же яркие, красивые фильмы, у них же есть исторический аспект. Есть фильмы, которые более-менее соответствуют исторической реальности, историческим ожиданиям. у нас ожидания, правда, с реальностью уже не сходятся. Над этим всем надо работать. И надо как-то разделять уже, как вот у нас будильник делит, регламент дня на день, на ночь, сон, бодрствование. Вот надо еще бодрствование поделить на обязательные сектора, когда ребенок получает, вот, пожалуйста, образование, ни больше, ни меньше, вот выходить за эти рамки не надо, включая домашнюю работу. И вот за такие рамки нельзя выходить в плане потребления вот этого интернет-пространства, чтобы реальная жизнь тоже оставалась. Приблизительно так и размышлял в пятом классе на уроках физики более полувека назад. Катючек почему-то застрял в том возрасте. Уважаемый Валерий, есть научные истины, которые не меняются с годами, ни с возрастом, ни с чем, другим. Дважды два равно четыре. Оно и в пятом классе, и в шестом, и в сорок восьмом классе тоже будет равно четырем. Если к вам придет особо встряхнутый профессор и будет доказывать, что дважды два равно пять, дважды два по-прежнему останется четыре. Оно не зависит ни от возраста, ни от класса, ни от века. Оно зависит от доверчивости. Если вы доверчивы и стали верить в многомерное пространство, проблема доверчивости это не имеет отношения к науке. Как это сосредотачиваетесь уже. Суть претензий эмоциональной. Вы, Валерий Аким, очень много здесь пишете постов. Попробуйте суть претензий все-таки. Не эмоционального, а интеллектуального. Утверждение такое-то, в части такой-то, является несостоятельным по такой-то причине. Вот напрягите, да, мозг свой. мозг Валерия Акима напрягите, да, и выразите свою мысль во вменяемой форме, чтобы не слюни там, эмоции полискали через край, а было о чем ответить, о чем поговорить. Вас не настораживает, что вот вы бормочете, а мысль не можете нашептать. Имеет не одно значение, значит не иметь ни одного значения. Если у слов нет значения, значит утрачено всякое возможность рассуждать друг с другом, а в действительности и самим собой, ибо невозможно ничего мыслить, если не мыслить что-нибудь одно. Это первый закон в логике. Но. Но. Но дуракам закон не писан. Если писан, то не читан. Если читан, то не понят. Если понят, то не так. Сосредотачивайтесь, подписывайтесь на наш канал, разносите нашу информацию по интернету. С вами был Виктор Катючек, телеканал Научный Трибунал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Егорова